О том, о чем Махавиши говорил недавно, санатан-дхарма, вечная неизменная религия, которая зависит не от того или иного религиозного лидера, а от фундаментальной реальности жизни. Каково именно учение этой вечной религии, и какова связь этой вечной религии с более недавними религиями, такими как буддизм, христианство, иудаизм, ислам? Может ли человек быть последователем санатана-дхарма и в то же время быть христианином или буддистом? Сколько лет христианству? Две тысячи лет. Сколько лет исламу? Полторы тысячи лет. Буддизму сколько? Примерно три тысячи лет. Эти религии, которым по несколько тысяч лет, могут быть только ответвлениями, отраслями некой вечной религии. И это санатана-дхарма, вечная религия, вечная религия. Буддха чувствовал нечто подобное. Он дал людям облегчение на основе своей веры. Люди приняли его за Бога. Христос умер за что-то. Люди подумали, ага, он умер за религию. И смерть и страдания стали идеалом христианства. Люди следуют христианству. Магомед сказал что-то о 99 именах Аллаха. Хорошо, 99 имен Аллаха и так далее, и так далее. Существуют границы пространства и времени, в которых эти различные религии возникают и существуют. Они все находятся на человеческом уровне осознания вечной религии. Дхармы, веды. Веду Акхилу Дхарма Мулам. Веда — это корень всей дхармы. Какой-то дхарме 10 лет, или 20 лет, или 1000 лет, или тысячи лет, или миллион лет, или миллиард лет. Но все эти миллионы лет и так далее, и так далее. Мы можем рассматривать как лучи одного и того же Солнца. Вечного Солнца жизни. Все целостности природного закона. Вот и все. Все целостности природного закона. Она называется Брахм. Это просто разные названия. Они не имеют значения. Что имеет значения, это то, сколько все целостности они несут в себе. Сколько все целостности они несут. Санатана Дхарма — это Веда и Веданта. Весь диапазон Веды и то, где Веда заканчивается. Веда заканчивается в непроявленном. Все выражения непроявленного и само непроявленное — это Санатана Дхарма. Все эти религии, что называется Дхарма, у которых есть дата создания и дата завершения, сколько их было? Конфуций и столько других. Они начали когда-то и закончили когда-то. Это все пространственно-временные границы в бесконечном пространстве и времени, которое есть Санатан Дхарма, которое есть Веданта. Вед — это как океан, из которого реки всех различных религий берут начало, проистекают, проистекают. Эти религии, которые начались когда-то, они начались когда-то, и в этом вся разница — вечное и ограниченное временем, не имеющие возраста и ограниченное определенным возрастом.